Казахи будут болеть за Мафсара Евлоева. С чего это вдруг? Спросите вы меня. А я вам сейчас все популярно объясню. Ассалам алейкум, леди и джентльмены. С вами Сула, наш боец. И мы начинаем. 21 января. 5.30 утра по времени Астаны. Начинается турнир UFC 297. Там главный бой Шон Стрикланд против Дрикуса Дюплеси. Ну а мейн-карт этого турнира открывает схватка Мафсар Евлоев против Арнольд Алина. И именно об этой схватке сегодняшний выпуск. Ну давайте сначала дадим слово самому Мафсару Евлоеву, чтобы вы поняли, а с чего это вдруг сказал, что казахи будут болеть за Мафсара Евлоева. Поехали! Напереду, наверное, под нашу казахстанскую аудиторию. Ни для кого не секрет, что ты всегда с большой теплотой говоришь о Казахстане, о нашем казахском народе. Понятно, что наши народы, чеченцы, ингуши, казахи, мы исторически все связаны. Но вот хотелось бы узнать, что для тебя лично значит Казахстан и связь с нашим народом? Для меня Казахстан – это тот народ, который принял ингушетию в тяжелые для ингушетии времена. И с самого моего рождения я только и слышу, что Казахстан – люди, которым я не просто хочу, а должен быть уважением в силу того, что за их теплый прием, за их доброту, и даже вот по сегодняшний день такое отношение к моему народу. И то, как меня встречают, то, как мне рады при каждом моем приезде в Казахстан, это просто я не придумал, на самом деле. Это невозможно отрицать. И казахи – один из самых близких для меня народов. Даже, может быть, если не роднее, то такой же родной, как и ингуши. Итак, друзья, давайте пройдемся по обоим бойцам этого поединка. Масар Евлоев – 17 побед, 0 поражений. Крайние 7 схваток провел в UFC, во всех победил решением судей. И, к сожалению, финишей пока нет. Он находится на девятой строчке рейтинга UFC весовой категории до 66 килограммов. Его соперник – Арнольд Аллен, третья строчка рейтинга UFC в 66 килограммов, провел 19 побед и 2 поражения. 11 крайних схваток были в UFC, 10 выиграл, крайнюю проиграл Максу Холловую по очкам. Очень серьезный соперник и для Масара, в принципе, это настоящий вызов. Это, ну, шанс, можно сказать, очень судьбоносный поединок, который он должен побеждать, чтобы его карьера продолжалась гораздо… Ну, то есть он победит третьего номера, это о чем-то говорит. Это очень круто, если он его одолеет. Очень сложная схватка, никто ничего не говорит. Но мы в любом случае болеем за Максара и в лове, и надеюсь, что он победит. Как посмотреть этот поединок и весь этот турнир UFC 297, и все турниры UFC 209… И все турниры UFC на халяву и в отличном качестве? Переходите на мой сайт sportmma.kz Вот здесь вот будет ссылка на мой сайт. Также ссылку оставлю в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Переходите на мой сайт. Видите, главный постер. Шон Стрикланд против D+, ниже него красная линия, и написано «Прямой эфир здесь». Нажимаете на вот «Прямой эфир здесь», вас перекидывает на телеграм-канал, с которого как раз-таки и будет вестись трансляция прямого эфира, всех прямых эфиров UFC. И там все на халяву и в отличном качестве, леди и джентльлин. Так что имейте в виду, если будут какие-то изменения по файт-карду, по времени и все в этом роде, вы можете об этом узнать у меня на телеграм-канале «Нашбоец Чуроки», а также на моем инстаграме «Нашбоец». Ссылки в описании под этим видео советую, рекомендую вам подписаться на мои социальные странички. Двигаемся дальше. Друзья, Найза Fighting Championship устраивает ежегодную уже традиционную номинацию Найза Award 2023. По итогам 2023 года мы с вами сможем выбрать, да, вот если вы перейдете на их сайт, сможете проголосовать. Лучший боец года, бой года, сабмишн года, нокаут года, проспект года, апсет года, тренер года, команда года, прорыв года. То есть, можете участвовать в голосовании и уже, наверное, скорее всего, в начале февраля, либо в самом конце января пройдет Найза Award 2023, где официально будут вручены статуэтки победителям. Ссылку на сайт naiza.tv, где можно проголосовать, я оставлю в описании под этим видео. Видеоголосование будет длиться до 27 января 17.00 по времени Алматы. Вот так вот, леди и джентльмены. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, наш боец. Всем пока. Салам алейкум. Ари ведерчи. Субтитры сделал DimaTorzok